Сегодня приоткрывать дверь в мир микросервисной архитектуры, и не только с вами буду я, зовут меня Егор, я синюю разработчик компании Leroy Merlin, цифровые технологии, в команде, которая разрабатывает инструменты архитектуры предприятий. Занимаюсь архитектурой, программного обеспечения, управлением разработки, непосредственно разработкой. И продолжим сонастройку немножечко, напишите, пожалуйста, в чат и поделитесь своим опытом, какие цели преследовали, когда записывались на занятия, возможно, уже сложились какие-то определенные ожидания. Пока вы пишете, пока вы делитесь, немножечко расскажу о принципах, которых мы в Отус предлагаем придерживаться, тех некоторых правил, для того, чтобы наши встречи проходили максимально продуктивно. Принцип номер один. Принимаем активное участие. Вовлеченность в любой процесс, будь то работа, либо учеба, залог успеха. Принцип номер два. Пишем вопросы в чат. Если вопрос существует, он должен быть задан, иначе это вопрос трюдингеров. Зачастую вопрос уже содержит в себе ответ, и когда пишете, активизируете мыслительный процесс, надеваете формулировку, и вот эта штука полезная. Принцип номер три. Принцип номер три кроется в том, что лучший ответ – это тот, который пришел изнутри, от осознания. Я уделю время для ответов на вопросы в конце каждого этапа нашего сегодняшнего маршрута, к нему мы скоро перейдем. С большой долей вероятности к этому моменту все станет на свои места. Да и в целом сегодня вебинар у нас обзорный, я думаю, что тема будет интересная и не такая уж, чтобы сложная для восприятия. И самое главное – получаем удовольствие. Не форсируем от того, как мы положим кипич сегодня, напрямую зависит то, как стена будет выглядеть завтра. В общем, повторяйтесь, получить максимум удовольствия от сегодняшнего процесса. Как и обещал, взглянем на дорожную карту и посмотрим, что нас сегодня ждет. Вначале я расскажу о том, что такое отус, какие возможности он предоставляет, в общем, с чем его едят. После поговорим о главной теме вебинара, обзорной теме о представлениях архитектуры. А самое главное – гениальная архитектура, мало толку, если ее не понимают те люди, для которых она была написана, те, кто должны ее реализовать. И еще хуже, если эти люди поймут ее совершенно превратно, не так, как мы задумали, и мы об этом не узнаем. В рамках темы мы с вами познакомимся с теми представлениями, которые отвечают на один из самых главных вопросов в архитектуре. Почему? Мы с вами столкнемся с компромиссами, которые возникли, которые вообще в целом возникают при выборе представления архитектуры. Как нам представить архитектуру, когда остановиться? Мы узнаем, что по этому поводу думали наши предшественники, когда задавались этим вопросом еще в далеких 90-х годах, и каким выводом они пришли, какие мысли у них были по этому поводу. Также мы с вами познакомимся и, скорее всего, вспомним о тех представлениях, которые отвечают на вопрос «как?», для того, чтобы нас поняли профильные специалисты и для того, чтобы важные детали не были упущены. Маленький бонус у нас будет. Посмотрим на те вызовы, которые бросают представления архитектуры сейчас в нынешних реалиях. Ну и в целом за весь вебинар мы вряд ли все успеем охватить. Пробежимся по главным топикам. В конце расскажу немного про процесс обучения в Отус. Расскажу о курсе микросервисной архитектуры. Расскажу о программе. Расскажу о команде, которая будет сопровождать вас на этом курсе. В конце сделаем некоторый обзор релевантности тех знаний, которые читаются на курсе с вызовами рынка. Ну и немножечко порефлексируем. Если на этом этапе вопросов нет, поставьте в чат плюс, либо напишите его. Супер. Вижу плюсы. Продолжительность вебинара от часа до полутора. Там зависит от того, сколько вопросов будет, какие темы. Примерно так. Огонь. Что ж, давайте поближе познакомимся с Отус. Отус – это компания, в которой вы будете обучаться у опытных специалистов в различных областях IT. Каждый из которых проходит отдельное обучение того, как эффективно преподавать. Сторонники мы обучения у практиков, а не теоретиков. Поэтому все наши преподаватели – действующие специалисты, что позволяет им быть в курсе лучших практик, лучших решений и тем самым дополнять программу курса. Изначально Отус фокусировался на курсах повышения квалификации, но поступало очень много запросов и просьбы с нуля рассказать какую-то тему, с нуля раскрыть какую-то область в IT. Соответственно, сейчас Отус отвечает на этот вызов. Также у Отус есть образовательная лицензия. Курс – это курсы повышения квалификации, профессиональной переподготовки. Вы сможете получить официальные документы и, в конце концов, сделать налоговый вычет, потому что занимаетесь полезной деятельностью с точки зрения государства, да и не только. Курсы разработаны с учетом требований различных IT-компаний, как больших, так и малых. От джуниор до сеньор, от лидов до архитекторов. Немного в цифры. Вот и все широкий выбор курсов на различные темы. Как говорил, для специалистов совершенно разного уровня. Свыше 600 преподавателей, которые привносят в свои лекции свои кейсы и рассказывают о тех ошибках, которых вы сможете избежать в своей практической деятельности. Отус уже более 7 лет, и за это время обучение прошли аж свыше 38 тысяч человек. Ого, вот так вот новости. А также вокруг Отус сформировалось большое комьюнити, которое находит наши материалы довольно-таки полезными, интересными, и, возможно, вы уже стали частью этого большого комьюнити. Это коротко о Ботус. Если здесь вопросов никаких нет, то можем перейти к нашей теме, к теме нашего вебинара. Поставьте, пожалуйста, плюсик, если вопросов нет. Опять же, либо вопрос... Супер. Ну, давайте начинать. Потихонечку начинать. Вижу много плюсов. Наша задача с вами. К концу вебинара понять, как организовать процесс журналирования архитектурных решений. И вообще понять, что это за процесс такой, зачем он нужен, и нужен ли он вам конкретно в вашем случае. Почему это может быть хорошо, почему это может быть плохо. Ответить на эти вопросы. Рассказать о тех моделях представления, верхнеуровневого представления системы, которых будет вполне себе достаточно для того, чтобы себя не утруждать и понимать вообще, когда остановиться. Ну и рассказать об основных или вспомнить об основных представлениях статических и динамических аспектов системы. И прежде чем начать, маленький такой вот вводный, сонастроимся, продолжим сонастройку. Мы будем оперировать следующими понятиями системы. Как некоторое множество каких-то организованных элементов, которые выполняют одну определенную цель. Притом, неважно, мы были помещены в эту систему, либо эту систему разрабатываем мы. То есть здесь под системой мы можем понимать солнечную систему, финансовую систему, автомобиль, замкнутую систему, какой-то электрический прибор. Под моделью мы понимаем, понятное дело, упрощение вот этой вот всей реальности, которая пытается максимально лаконично и достаточно точно эту систему описать. Прямо, грубо говоря, затратили минимум бумаги, минимум букв, но при этом смысл, значения полностью сохраняются и понятны другим людям. Ну и представление. Представление – это некоторая проекция нашей модели, некоторая точка зрения, с которой мы смотрим на нашу модель. Сегодня будем говорить о представлениях, опять же, на примере взгляда на обычное явление зеленого листа. Мы можем представить зеленый лист с точки зрения химии, о том, что лист содержит хлоропласты, внутри хлоропластов у нас хлорофилл, это зеленый пигмент, поэтому лист зелен. Либо мы можем взглянуть на лист с другой точки зрения, с точки зрения физики и вспомнить про длину волны, про то, что длина волны, солнечный свет, солнечный луч отражается, структура листа большая часть поглощается, зеленые волны отражаются, падают на сечетку глаза, поэтому лист зелен. Вот он пример некоторого представления, по сути, одного и того же явления с разных сторон. Теперь я приведу один из законов архитектуры, который гласит, что почему важнее, чем как. В нашем окружающем мире вообще все является компромиссом. Я думаю, замечали это, когда мы делаем выбор, мы отказываемся от чего-то, в угоду чего-то лучшего, но жертвуем чем-то. Опять же, при выборе автомобиля, при выборе одежды, мы всегда делаем какой-то выбор, исходя из каких-то наших, опять же, как это называется, атрибутов, которые для нас являются важными. И в архитектуре есть такая штука, которая сокращенно называется ADR или Architecture Decision Record, запись архитектурного решения, которая, по сути, является фиксацией того, почему мы какое-то решение приняли. Микросервисная архитектура, она привносит огромное количество задач, которые при монолитном подходе таковыми вообще не являлись, не были упражнениями. Такое усложнение жизни должно быть чем-то подкреплено. Мы как-то должны объяснить, почему мы усложняем себе жизнь. В этом и заключается компромисс. Мы усложняем себе жизнь для того, чтобы получить некоторый выигрыш. И этот выигрыш мы ожидаем в будущем, и он является намного больше, намного полезнее для нас, нежели чем те затраты, которые мы примем для реализации той же самой микросервисной архитектуры. Как мы будем решать эти проблемы? Это дело техники, все это разбирается на курсе микросервисной архитектуры, но для начала нам важно это дело все зафиксировать. И вот ADR – это некоторый паттерн, который отвечает на вопрос, почему. Почему был сделан именно такой выбор? Глядя на героя предыдущего слайда, мы должны ответить на вопрос, почему предпочел наш дорогой шарик кеды, нежели чем валенки. У каждого решения должна быть причина. Причина, почему мы сделали именно так. И подход ADR, вот этот паттерн ADR, он позволяет избежать компульсивного решения. Почему мы, опять же, прибегли к микросервисной архитектуре? Может быть, решение было сделано уже до нас, может быть, в компании принято организовывать сервисы данным подходом. А может быть, тот человек, который спустил это решение, просто захотел добавить его себе в резюме. Или вы, когда принимаете решение использовать микросервисный подход, чем вы руководствуетесь? Почему? Вы взвесили все плюсы и минусы, либо в действительности желание компульсивное попробовать что-то новое, при том, что это может быть нерелевантно. Дисциплинированная запись, введение некоторого журнала, architecture decision log, это есть регулярная запись принятых и непринятых решений с учетом контекста, в котором эти решения принимаются. По сути, вот эти вот рамки, или, можно сказать, дисциплина, которая нас, по сути, должна освободить, призвана уберечь нас от компульсивного принятия решений. Что же мы записываем вот в этой записи архитектурного решения? Какой должен быть формат? Здесь вопрос сугубо творческий. Самое главное, чтобы этот формат, которым вы записываете, чтобы он был понятен вам завтра, чтобы он был понятен вам через 6 месяцев, через полгода, через год, чтобы вы могли восстановить те причинно-следственные связи, понять, может быть, что-то не хватало, оглядываясь назад, когда вы приобретете новый опыт, может быть, вы что-то упустили, а может быть, нет. И самое главное, чтобы этот формат, он заставил вас задуматься о принимаемом решении. Вот как мы рекомендуем в Отус писать вопросы в чат. В качестве отправной точки может послужить формат Mother. Это, по сути, формат в Markdown, который можно хранить как architecture as a code, то есть рядом, прямо внутри вашего репозитория. Опять же, кто там должно быть? Номеры, даты решения. По сути, банальная вещь, которая упрощает впоследствии поиска и навигации по всему журналу. Мы же хотим иметь возможность быстро найти, мы же хотим открыть эту запись и понять, чем мы руководствовались с тобой достаточно быстро. Эта штука, по сути, предназначена для того, чтобы этот процесс упростить. Обязательно описание контекста, в котором решение принималось, формулировка задачи, альтернативы, то есть все решения, которые мы видели на тот момент. То решение, которое мы предпочитаем. Притом, каждое решение должно быть сопряжено с рисками, с компромиссами, с плюсами и минусами. И обоснование, почему какое-то решение мы предпочли другому. То есть мы должны осознавать эти риски. Ну и в конце концов, статус, который может говорить о том, что решение принято, не принято, архивировано и так далее. Тут важно понимать, что каждая запись, которая делается в журнале, она предназначена только для чтения. Это технически мы можем ее изменить, но чисто практически мы должны понимать, что мы ее изменять не можем. Если мы, опираясь на какое-то предыдущее решение, поняли, что его лучше как-то адаптировать в наших реалиях, мы создаем новую запись, мы можем сделать ссылочку, опять же, организовать этот процесс. Организация этого процесса – максимально творческий процесс. Он упирается в контекст. Весь инструментарий, который мы можем здесь сделать, в контекст, в котором мы находимся, те люди, которые будут потреблять эту информацию, ну и какие-то наши личные предпочтения. Опять же, в маленьких проектах это может быть Markdown, тот же самый MADR, который можно открыть при помощи, например, того же самого Obsidian. Есть такое приложение для работы с Markdown, которое обеспечивает из коробки очень удобную и систему навигации, и педирования, и визуального представления связей. Если проект очень большой, не состоит он из одного репозитория, репозиторий много, систем много, ну, здесь сторонние сервисы, типа Confluence, Wiki, здесь, опять же, простор для творчества велик. Да, Obsidian – отличная штука. Сергей Плюсует, тоже нравится мне Obsidian. Вопросы для проверки. Ребят, здесь на самом деле по первому этапу, когда мы обосновываем, почему мы принимаем такое решение, такие подходы существуют. Давайте здесь немножечко чекап маленький проведем, и можете в чат написать номер вопроса и ответ. Помните, не помните? Прочитаю в флуг, как называется регулярная фиксация принятых и непринятых решений в архитектуре. Можно прямо в сокращении. Такой паттерн используется для записи архитектурного решения. И, возможно, вспомните второй закон архитектуры в этот вечер. Супер. Вижу уже ответы. Первый EDL. Все верно. Безусловно. Мадр. EDR. Отличный, Егор. Супер. Закон архитектуры второй, кто не помнит? Отлично. Все верно. Почему важнее, чем как? Если есть вопросы по ADR и ADL, задавайте их в чат. Супер. Отлично. Ответы вижу. Если есть вопросы, задавайте их в чат. Если вопросов нет, ставьте минус. И мы продолжим. Первый закон архитектуры. Их много. Это один из законов архитектуры. Почему важнее, чем как? Итак, мы с вами представили архитектуру, решения, на которых она строится, с точки зрения контекста, в котором эти решения принимались. По сути, мы с вами представили причины, разъясняющие, почему архитектура такая, какая она есть. Как мы это сделали? Мы организовали хранилище для ADR, сам процесс введения ADL, обеспечили удобную навигацию, поиск по этому делу. И тем самым сняли с себя необходимые страты часы на разъяснение причинно-следственных связей. Я думаю, каждый из вас сталкивался с такой историей, когда надо было объяснить, почему решение такое не цивилизованное, а вот такое, какое оно есть. Ведь можно же лучше. Тем самым мы освободили для себя огромное количество времени для более интересных занятий. Супер, так давайте же перейдем дальше и взглянем на артефакты архитектуры с точки зрения высокоуровневого представления. Мы рассмотрим архитектуру, представление архитектуры с высоты птичьего полета. Будем постепенно погружаться и увеличивать масштаб. Наша задача, как архитектора, преобразовать требования к проекту в четкие и конкретные планы его реализации. План этот должен быть понятен широкому кругу лиц, нашему заказчику, стайк-холдеру, инвесторам, возможно. План должен быть понятен техническим специалистам. Это некоторые лидеры направлений, работу которых нам необходимо скоординировать. На примере, опять же, МКС строит совершенно разные модули, совершенно разные люди, совершенно разные команды. В конце концов, понятное дело, когда все эти модули поднимаются в космос, мы должны их без труда собрать. Работа этих команд должна быть скоординирована. Или другая аналогия. Копаем тоннель, в конце концов, две команды должны встретиться вместе. Где-то детали можно опустить, где-то без деталей никак не обойтись, где-то интересно взглянуть в профиль, где-то интересно взглянуть в амфас. В общем, потребности у всех совершенно разные. И тут перед нами возникает очередной компромисс. С одной стороны, мы можем потратить минимум усилий, можем обладать какими-то базовыми знаниями, геометрических фигур на уровне средней группы детского сада. Посмотрим это на примере эскизов. Либо нам необходимо приложить какое-то усилие, да, и разобраться в каких-то нотациях, возможно, в каких-то процессах, которые приняты в компании, как ведутся архитектурные документы. То же самое и идея, или он требует от нас дисциплины некоторых. Опять же, с одной стороны, полная свобода действий и изложения мысли. Я художник, я так вижу, и понять меня могут не то, что лишь все. Либо мы все-таки внедряем некоторую бюрократию, некоторую дисциплину и думаем над решением вытекающих проблем из этого, да, и при этом на выходе получаем более четкие результаты, которые могут понять большее количество людей. Вот здесь вот на слайде, да, можно видеть некоторую такую прямую, которая показывает зависимость формализма и вот двух других характеристик. Простоты внесения изменений и масштабирования нашего решения на более серьезные, на более большие проекты. И здесь, куда бы мы в эту точку ни тыкнули, везде найдется какой-то формат, паттерн, подход, который будет предлагать свое распределение между вот этими двумя характеристиками. Туретеллинг, да, вот это один из форматов представления, да, мы должны рассказать каким-то людям, вообще опустив технические детали для того, чтобы они нас максимально поняли. Может быть метафора, когда нам надо за пять минут рассказать какому-то гипер-мега занятому человеку о системе, да, чтобы он принял свое верное решение. Те же самые эскизы, которые любят рисовать архитекторы. ADL, да, мы с вами куда бы ни кинули точку, везде найдется какой-то формат, какой-то паттерн. И вот одни только эскизы, мы вот сейчас на них посмотрим более детально, они, в свою очередь, предлагают отдельные модели, как эти эскизы строить, собственно. Как, что отображать, какая нотация должна быть, как их организовывать. И в целом эскизов-то для верхнего уровня его представления вполне себе достаточно. Это некоторая двухмерная плоскость, двухмерное пространство, два измерения у нас есть. То есть мы от одномерного плоского текста, либо линейной презентации выходим на пространство плюс один, больше видим, больше сможем охватить. Супер, как бы деталей нам не особо много там нужно отобразить, потому что все-таки спектр лиц, которые будут читать, довольно-таки широкий. Набросать эскизы можем быстро, не обязательно там кончать художественную школу. Да, достаточно, опять же, стрелочки, квадратики, умеете рисовать бочки, человечков, облачка, но это вообще просто огромное будущее. Скетчи помогают понять большую картинку, помогают понять, как будет создаваться продукт. Так давайте с вами и порисуем. Ну, на самом-то деле рисовать мы с вами не будем, у нас не так, чтобы много времени для рисунков. Мы с вами взглянем на то, как этот вообще процесс может выглядеть, как могут выглядеть эскизы. И в целом в отус мы во время обучения часто прибегаем к подходу кейс-стадии, когда задача основана на реальном примере, формулируется таким образом, чтобы подсветить и сделать акцент на какую-то изучаемую тему. Сейчас мы возьмем один из таких кейс-стадии, связан он был с системой финансовых рисков, и попробуем взглянуть на него вот с точки зрения нашей темы, с точки зрения представления архитектуры. Посмотрим на те проблемы, с которыми столкнулись архитектора в 90-х годах, буквально на заре софтах. Не будем вдаваться в детали этого кейса, да, в системе финансовых рисков, в общем. Мы взглянем на изображение одного и того же, одного и того же глазами разных начинающих архитекторов. Вот у нас пример номер один. Ну, глядя на него, вон, видный квадратик RS, да, наверное, это что-то связано с риском, наверное, с системой. Но больше лично мне с этой картинки что-либо сказать сложно. Во-первых, непонятно, как элементы связаны между собой. В целом, похоже на перечисление каких-то технологий. там, Unix, Windows, там, SQL, вон, там, какой-то MS SQL сервер, да, какие-то, что там, JBoss, Instance какой-то. Ну, в общем, вопрос, поймет ли сам автор на следующий день, что он здесь нарисовал, поймут ли люди его окружающие. Спорный, вопрос спорный. Лично, опять же, мы смотрим на эскизы с точки зрения того, чтобы они были понятны широкому кругу лиц. Вот здесь вопросы возникают с точки зрения, опять же, широкого круга лиц. Другой пример. Здесь уже какая-то слоистая структура видна. Чуть больше бочек нарисовано, да, каких-то там хранилищ данных. Опять же, вот risk calculation видно, но, опять же, какие связи? Что значит каждый конкретный квадрат? Вопросов, в общем, вопросов много. Другой вариант, той же самой системы. Здесь, как бы, читать это проще, да, видно какие-то точки входа, видно каких-то акторов, да, бизнес-юнит, бизнес-юзер, какой-то администратор, кто здесь еще можно видеть. Транспортный слой какой-то, логическая шина, генерация отчета, мониторинг некоторый. Деталей здесь много, однозначно, но детали какие-то общие. То, что в целом было бы актуально для любой архитектуры. Еще несколько вариантов. Вот здесь я даже не знаю, за что зацепиться. Слишком много деталей. Откуда начать, вообще непонятно. Ну, опять же, самое главное, чтобы автору было понятно. Мы сейчас пробежались по некоторым эскизам. И в целом, здесь надо понимать, ничего плохого у них нет. От контекста зависит. Ничего плохого у них нет, если мы, сидя там в кафе со своей командой, пришли к какому-то гениальному решению задачи, набросали ее на салфетки, и вполне себе, придя на рабочее место, смогли что-то с этим сделать. Другое дело, что презентовать это сложно. И, скорее всего, мы сами, взглянув на эту салфетку через неделю, вряд ли вспомним, если не будем крутиться максимально в этом контексте. Не будем там день и ночь работать именно над этим проектом. Типичные проблемы, которые мы смогли с вами выявить на тех примерах. Трудности с определением нотации. Вообще, в идеале, чтобы нотация говорила сама за себя, например, на физической карте. Нам для того, чтобы понять, что где-то гора, где-то море, легенда даже не нужна. Мы это можем увидеть чисто, мы это сможем связать логически. Горы коричневые, моря синие. Чем глубже, тем синее море. В общем, вывод можно сделать здесь один. Чтобы скетч был понятен без объяснения, как нам это надо, верхнего уровня. Либо чтобы он был понятен с минимальным количеством комментариев. Желательно, чтобы эти комментарии были сразу на представление. Просто нарисовать квадратики со стрелочками не всегда достаточно. Уж тем более квадратики без стрелочек. С этими проблемами умные люди столкнулись еще в 90-х. Как представлять те решения, которые, собственно, нужно реализовывать. И том, решения, как мы помним, во всей этой индустрии были довольно-таки немаленькие. И в 1993 году Филипп Крухтон поделился своей статье мнением, что пяти представлений с точки зрения логики достаточно, чтобы описать полеугодно сложную систему. Опять же, аналогия карты. Мы можем смотреть на одну и ту же карту под совершенно разными углами. Можем видеть кадастровую карту, можем видеть карту дорог, можем видеть карту электрических сетей, канализации и так далее. То же самое. Филипп говорит, что четыре представления плюс одно вполне себе достаточно для того, чтобы описать полеугодно сложную систему. Хочу здесь заметить, что вся индустрия софта как раз начинает свой стремительный рост. Буквально через два года появится Windows 95. В статье Филипп предлагает два слоя. В статье Филипп предлагает два слоя. Первый слой – контентуальный или логический, который состоит из представлений двух типов. Логических представлений, объекты, классы, какие-то структуры нашего решения и представления процесса. Как, собственно, все это дело коммуницирует между собой. И второй слой – это физический слой или операционный слой, который состоит из представлений. Непосредственно разработки и представлений физической среды. Development view – это представление модулей, которые в нашей системе существуют. А physical view – по сути, то, как эти модули ложатся на реальные физические машины. Вишенка на торте – это сценарий, это функциональные требования, которые представлены в виде всевозможных вариантов использования системы. Я думаю, что здесь многие из вас могли увидеть некоторые пересечения с одним языком моделирования. С одним унифицированным языком моделирования. Для исторической справки, опять же, в этот период уже большую популярность приобрели методы проектирования других трех тоже очень умных людей. Гради Буча, Джеймса Рамбо и Ивра Якобсова. И уже в следующем году, в ответ на вызовы тех времен, тех лет, они предпринут попытку объединить свои методы. В результате чего, по-моему, в октябре 1994 года на свет появится язык UML. А именно методом одного из этих умных людей пользовался Круптон, когда писал свою статью. Поэтому мы можем увидеть очень много пересечений с языком моделирования UML. Модель эта 4 плюс 1 послужила основой для многих других моделей, которые брали ее за основу. В целом, модель эта доказывает свою состоятельность и эффективность и сегодня. Особенно в разрезе каких-то конкретных сервисов, когда мы хотим их рассмотреть детально. И это для нас является критически важным. Их архитектура является критически важной. Но надо понимать, что расплужила она и служит уже, по сути, 22 года. Только лишь через 22 года появились новые представления, которые были призваны ответить на те вызовы, которые, собственно, стало бросать микросервисные подходы. В 1993 году в основном все думали, что монолиты будут править балл. Вообще веб был не настолько сильно развит. И только лишь в 2015 году, как раз когда микросервисы стали набирать популярность, количество вот именно архитектур микросервисных стало расти, они стали усложняться. И Саймон Браун в 2015 году предложил немного другой подход. Сложно стало смотреть на это все, вот этими представлениями 4 плюс 1. Сложно было отобразить, сложно было читать. И он сказал о том, что нам достаточно представить архитектуру с точки зрения абстракции, а не логики. В конце концов, архитектуру читают люди, больше читают, чем пишут. Ну и, соответственно, давайте делать ее для людей, кто будет разбираться в нотациях. Нотация не особо важна, говорит Саймон. И только лишь понимание абстракции, которую мы отображаем на нашей схеме, только лишь это нам нужно знать. В дополнение, Саймон выделил 4 уровня. 4 уровня вот этих вот абстракций. Каждая абстракция начинается на букву си латинского алфавита. Ну и погружаясь дальше на следующий уровень абстракции, там раскрываются большие детали реализации. Первый уровень – это уровень контекста. Первоначальное приближение нашей системы показывает то, как система связана с внешним миром. Дальше уровень контейнеров – это какие-то… Что это под собой вообще подразумевает? Это некоторая сущность, которая разворачивает приложение, либо хранит какие-то данные. По сути, это микросервисы в рамках нашей микросервисной архитектуры, связанные с ними база данных и так далее. И в действительности и на практике первых двух уровней вполне себе достаточно для того, чтобы минимально достаточно и максимально точно вверху уровням описать микросервисную архитектуру. Дальше идут компоненты. Классы, компоненты – это некоторые инкапсулированные функциональности, спрятанные за каким-то определенным четким программным интерфейсом. По сути, это какое-то множество классов, модули. Если это у нас какой-то функциональный язык программирования, набор типов и функций. Классы – это некоторые детали реализации. Уже шаблоны проектирования, какие-то механизмы и классы, которые эти механизмы, которые эти шаблоны реализуют. Уже на протяжении 10 лет, 2015 года, эта модель является золотым стандартом в описании микросервисных архитектур. Минимально достаточно для того, чтобы точно трактовать любую систему. На данном этапе с высоты птичьего полета есть ли какие-то вопросы? Давайте попробуем сделать маленький чекап и попробуем ответить на вопросы. Вопросы вижу в чат. Сейчас я их оглашу. Как с помощью C4 описать интеграцию со смежными системами? C4 подходит только под описание внутренности одной системы, пусть и микросервисной. Уровень контекста. Денис, уровень контекста как раз и отвечает за то, как система интегрируется, как система связана с другими системами, в том числе. Как она связана с действующими лицами, с акторами, с пользователями, какие роли у этих пользователей. И, собственно, в том числе там упоминаются и системы именно на уровне контекста. Надеюсь, ответим на вопрос. Ответ на третий вопрос. Ричард Брэнсон. Отлично. Это да, это он. Это не Саймон Браун. Уровень контекста слишком общий, там нельзя все детали интеграции тихнуть. Бывают такие случаи, безусловно. Когда нам необходимо погрузиться в детали, здесь уже другие представления на сцену выходят. От Сергея ответы. 4 плюс 11 и 4 Саймон... Саймон Браун. Нет, не Саймон Браун. На предыдущем слайде был реально Ричард Брэнсон. Только все бери-доделай. Так, если есть вопросы по моделям верхнеуровневого представления, пишите их в чат. Если вопросов нет, ставьте минус. Так, ну, есть пара минусов. Один пока. Не совсем понял комментарий, Сергей, если сможете уточнить. Так, ну, потихонечку будем двигаться дальше. Пока сонастраиваемся. Что же... Что же... Что же к этому моменту мы имеем? Мы с вами представили архитектуру. Решения, на которых она строится с точки зрения контекста, в котором эти решения принимались. Все помним про EDR, ADL. Представили причины. Сейчас мы представили минимальное, достаточное количество представлений для того, чтобы верхнеуровнево описать нашу архитектуру. И теперь мы готовы отгрузиться в детали. Здесь мы немножечко просто вспомним, в чем кроется дьявол, в каких деталях. И вот Сергей справедливо подмечает о том, что не всегда можно все на C4 и той же самой отобразить. Она позволяет получить вполне себе полную статичную картинку архитектуры в некоторый определенный момент времени. Но иногда дело доходит до деталей. Нас могут интересовать как раз другие аспекты. Какие же другие аспекты? Ну, по сути, нас могут интересовать те же самые более детальные сценарии использования. Нас может интересовать, может быть, вполне себе инфраструктура. Нас могут интересовать более сложные схемы взаимодействия. Нам интересно взглянуть с точки зрения событий, которые возникают между нашими системами. Нас могут интересовать возможные состояния нашей системы и переходы между этими состояниями. В общем, по факту, все то, о чем писал Филипп Круптон, вполне себе пользуется популярностью и сегодня. И вполне себе можно встретить эти диаграммы в рамках практической деятельности. Далее мы с вами вспомним, рассмотрим эти диаграммы. Может быть, что-то будет новое, может быть, что-то хорошо забытое, старое. Пробежимся, в общем, по основным составляющим диаграммам языка моделирования UML. Первое, самое основное, это диаграмма использования, диаграмма вариантов использования. Да, Игорь пишет в чат, 4 плюс 1 разве не пересекается с C4? Но вообще, в целом, опять же, вспомним ту прямую, ту прямую различных представлений, и там было одно облачко с эскизами. По сути, это просто взгляд на как бы одни и те же вещи. Вопрос, с какой точки зрения мы смотрим. Здесь мы смотрим с точки зрения логики. C4 в большей степени с точки зрения абстракции, опять же, с точки зрения идеи, которая была заложена на подход представления. Возвращаясь, получая язык, слайду, да, диаграмма вариантов использования. Я думаю, что все из вас знакомы с ней, поставки в чатик плюс. Если видели, знаете. Два плюса, если используете. Представляет из себя некоторый контекст нашей системы, представляет из себя, по сути, две сущности. Это некоторое действующее лицо, эктора мы называют еще, какой-то определенной ролью. И какие-то действия, варианты использования нашей системы, которые этот эктор может выполнять в системе. Здесь, конечно же, добавляются еще вот эти вот стрелочки, связи. Это отдельная тема непосредственно языка моделирования. В конце занятия нашего я... Будет слайд как раз с материалами. Там может... Там будет ссылочка и на MADR, там будет ссылочка и на ресурсы по языку UML, и на статью Филиппа Круктона по представлению 4 плюс 1 оригинальной 93-го года. В общем, диаграмма эта описывает, какой функционал разрабатанной программной системы доступен каждой группе пользователей. Штука может выглядеть по-разному, в том числе может содержать свои интересные нотации, как, например, вот в этом варианте. Здесь каждый вариант использования помечен некоторым стикером, который показывает критичность этого варианта использования. Где-то зона, вот как мы видим, security-зона, то есть здесь важны такие атрибуты качества, как безопасность системы, и, соответственно, это, возможно, те модули, которые должны быть максимально безопасными. Какая-то зона должна быть максимально доступна, здесь совершенно другие решения должны быть. И это также, в свою очередь, влияет на некоторые доменные распределения наших вариантов использования. В общем, нотация может быть разная. Это вот один из вариантов этой нотации. Есть диаграмма сущности и связи, или ERD. По сути, это та же самая диаграмма, которая отображает сущности наших данных, которая описывает модель данных. Первичный ключ, вторичный ключ. Не помню, что вот это за нотация, какой инструмент ее предоставляет, но более, наверное, типичный знакомый вариант представлен на этом слайде. По сути, описание модели данных. Так, плохо видно, да? Сейчас я попробую. Мелко, да, видно? Чтобы увеличить. Так. Сейчас посмотрим. Так, нет, 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 нет. Вариант. Так, так, так. Так, ну что-то я не могу победить разрешение экрана. Так, ладно. Ну сейчас там, это просто здесь, возможно, слишком большие картинки. Думаю, дальше будет лучше видно. Та самая диаграмма последовательности, которая отображает динамичные аспекты нашей системы. То, как она ведет себя в динамике. Опять же, ставьте плюс, знаете про такую штуку, как секенс диаграммы. Ставьте два плюса, если рисовали такие штуки. Диаграмма, на которой также изображаются части нашей системы, в том числе роли действующие лица, экторы, да, вот в виде человечков. В виде квадратов отображаются. Вот как вот здесь, вот в виде квадратов отображаются, собственно, наши системы. Их может быть несколько. Опять же, вертикальная черта отображает некоторый таймлайн жизни. И диаграмма отображает то, как общаются, как обмениваются сообщениями, собственно, элементы нашей системы. Вот, опять же, как это может выглядеть. Нотации здесь очень много. Вот здесь вариант с условиями, есть варианты с циклами. Все это детали непосредственно самого языка, моделирование UML. Нам самое главное понимать, для чего используется, опять же, эта секенс диаграмма. Для того, чтобы показать, как в динамике система себя ведет. Как взаимодействие происходит в рамках нашей системы, в рамках некоторого прецедента. Вот другой вариант, можно видеть сейчас на экране, да, это вот, по сути, то, как протекает обычная авторизация. Как она может протекать. Опять же, есть некоторое мобильное приложение. Происходит событие. Событие начинает жить в рамках другой системы. И, в общем, дальше мы видим весь обмен сообщениями, которые происходят в рамках вот этого прецедента, как простая авторизация. Также у нас могут быть диаграммы развертывания. Опять же, на курсе микросервисной архитектуры разбираются и разбираются паттерны и стратегии, вообще стратегии организации инфраструктуры для микросервисов. Да, но разбирается такой инструмент, как Kubernetes, Docker. Рассматриваются они с рамках полета, да и не только. Практические занятия тоже есть. Иногда бывает такая история, когда мы не можем использовать какие-то платформы для развертывания. Нам необходимо вообще понимать, как наши модули ложатся на какие-то физические машины. Будь то реальные, будь то виртуальные машины. Какие-то физические узлы. Сколько экземпляров должно быть для того, чтобы приложение работало, где и каких. Другой вариант тоже большой. В детали вдаваться не будем. На этом варианте идет разбиение на зоны, зоны безопасности, расположение где-то интернета, где-то область клиента, где-то внутренняя зона. Также здесь можно видеть нотацию из C4, вот эти вот голубенькие квадратики. Но вопрос, опять же, вопрос вкуса. Где и что, где и как рисовать. Диаграмма развертывания. За редким исключением сам не встречал инфраструктурные диаграммы. Тут уже доходит до топологии сети, о том, где какие-то конкретные машины стоят, в каких там стойках и так далее. Какие айпишники, какие там фаерволы, какие маршрутизаторы и т.д. и т.п. Другие варианты инфраструктурных диаграмм. Собственно, те диаграммы, которые описывают нашу инфраструктуру. Могут быть полезны, опять же, для решения задач. С ними можем встречаться. И они могут быть необходимы, опять же, для решения некоторых специфических кейсов, для того, чтобы нас могли легко понять представители администрирования всего там парка сетевого. Вот мы с вами пробежались по всем вариантам, которые отвечают на вопрос, как в целом в e-mail больше диаграмм, но это те, которые чаще встречаются, по крайней мере, чаще видел сам на практике. Если есть здесь какие-то вопросы, задавайте их в чат. Если вопросов нет, ставьте минус. Ссылочки, опять же, в конце будут, которые могут быть полезны. А пока в качестве маленького бонуса просто расскажу о том, о чем же думают сейчас и какие вызовы сейчас бросает индустрия. Я еще раз приведу слайд с вот этой вот прямой. И может возникнуть, в принципе, вполне себе адекватный вопрос. Хотелось бы представлять архитектуру, хотелось бы проваливаться внутрь, хотелось бы переключаться от одного представления к другому. И самое главное, что хотелось бы очень легко вносить изменения, чтобы поддерживать все вот эти вот модели, все вот эти схемы, все эти представления в актуальном состоянии. Желательно, чтобы это было делать легко, но при этом сохранить все те бенефиты, которые возникали от этой вот всей бюрократии, которую мы вводили. То есть мы хотели бы как-то автоматизировать эту бюрократию. И сейчас во многих компаниях, в том числе и в компании Euroa Merlin цифровые технологии, задумываются и работают над такими штуками, как цифровая архитектура. Это та архитектура, которая завязана на производстве процесса. Она дает возможность сбора информации о текущих узлах, сервисах, каких-то потоках данных. Возможность, дает возможность, во-первых, поддержания архитектуры в актуальном состоянии. Самое главное, валидация нашей архитектуры тем критериям, которые были установлены в рамках какой-то компании. То есть, по сути, мы хотим выйти за пределы вот этой вот прямой. Хотим каким-то образом организовать этот процесс. Как это может выглядеть? Вот здесь на примере платформы Meta, которая не запрещена. Это решение, если не ошибаюсь, Сбербанка. Буководитель курса, Стас Щетинников, они разрабатывали такую штуку в Сбербанке. Подобные вещи разрабатываются, как я говорил, в Euroa Merlin. Насколько я знаю, еще разрабатываются в Яндексе. В общем, архитектура как сервис. Здесь вносятся наши узлы, описываются интеграционные взаимодействия, и в конце концов, как бы все происходит через вот этот пользовательский интерфейс, через который осуществляется вся валидация системы. И кто знает, кто знает, возможно, кто-то из вас когда-то сделает свой вклад в разработку унифицированного подхода всей этой темы с цифровой архитектурой, и отвечая на вызовы сегодняшних дней, эти решения будут ассоциироваться именно с вашими именами. Не готовы, конечно. Такие еще другие готовы ли покупать, Денис? Вопрос, да, их надо еще дорабатывать, как в свое время. Буча со-товарищи придумали UML. Егор спрашивает, какие инструменты используются для рисования схем? Разные. Есть такая штука, как Draw.io, вполне себе удобно рисовать. Если мы хотим хранить все это дело в ходе, то хорошим решением для многих диаграмм может быть MerMate. Вот. Если я использовал сам Plant.UML для рисования подобных схем, фигма, фигма джем можно использовать, любые инструменты рисовался. Вопрос, опять же, в том, какие-то позволяют, допустим, описывать эти диаграммы как код и версионирование обеспечить при помощи того же самого гитара, а какие-то решения не предоставляют. Опять же, компромисс. Что нам здесь будет интереснее? В какой-нибудь фигме нарисовать достаточно просто, но версионировать сложно. или там в том же самом Gro.io. Хотя можно в SVG как бы экспортировать, в конце концов. А в том же самом MerMate, но надо немножечко на талсу узнать, как это все дело в MerMate описать. Может быть, чуть медленнее. Но если освоите, то все будет очень быстро. Ну вот. Другой вызов. Егор использует оба, но оба не нравятся. Это вот те компромиссы, с которыми приходится сталкиваться. Возможно, здесь можно придумать что-то другое. Про Яндекс не скажу. Это слышал. Как называется система в Яндексе, здесь не подскажу. Надо уточнить у коллег будет, которые непосредственно с этим взаимодействуют. Так, получается, 4 плюс 1 и C4 UML. 4 плюс 1 по-хорошему, опять же, на заре всего софта использовалось, когда приложения были в основном монолитные, большие, сложные, и вот это вот все вполне себе хватало для того, чтобы их рассмотреть. C4 пришел для того, чтобы сделать взгляд на микросервисную архитектуру с точки зрения как раз этих сервисов, уже не углубляясь в детали. Опять же, микросервисная архитектура была задумана для того, чтобы можно было легко эти сервисы как бы подменить. И на данном взгляде, с точки зрения архитектуры, вообще не важно, как они там реализованы. По-хорошему, мы можем выкинуть этот, взять другой, если он нам не понравится. Опять же, если мы хотим задуматься о том, как внутри сервисы стоят, здесь 4 плюс 1 представление может вполне себе выходить как бы на передний план и помогать в организации внутри микросервиса. Но вообще, в основном, самое главное, чтобы микросервис контракт свой поддерживал и не ломал его, и не разрастался до размера монолита. Идеи для стартапа его. Конечно. Опять же, компромисс. Самое главное, чтобы, самое главное, найти сторонника, в котором тоже будут неудобны другие инструменты. В целом, пока на практике хватало. мета – это что-то сильно большее, чем оцифрованный каталог IT-систем с их характеристиками. Вообще, это как сервис, как тот же самый кубернете, с которым крутятся реальные какие-то приложения. Архитектура как сервис по сути предоставляет видеть прямо конкретные какие-то там не инстанции, их там характеристики и отображать архитектуру под разными срезами. Срезы там интеграционные, видеть, с чем взаимодействуют приложения, какие контракты там описаны и так далее. И видеть, какие конкретные машины, какие мощности, вот эти вот варианты развертывания, диаграммы развертывания, о которых говорили раньше в представлениях UML 4 плюс 1 в том числе. Да, это вот как раз веяние текущих дней, те вызовы, которые есть сейчас, на которые нужно отвечать или можно ответить, если это, скажем так, вызывает какое-то воодушновление, восхищение этими всеми историями. У нас бюро Мерлион вызывает. Эта штука кажется интересной и кажется, что это будет очень тоже полезно и нужно. То же самое в Збере. Что ж, если на этом этапе вопросов нет, то в целом можем сейчас потихонечку переходить к вопросам, опять же, связанные с VOTUS. Расскажу сейчас, как я обещал, о том, как протекает процесс обучения VOTUS. Немножечко познакомлю с курсом, с программой. Ну и будем двигаться дальше по нашему намеченному плану. Касаемо процесса. VOTUS'ю мы занимаемся по вечерам. В целом, начало, вот так же, как и сегодня у нас с вами, в 8, заканчивается обычно в 9.30. Материалы занятий, презентации, запись вебинара, какие-то дополнительные материалы могут быть. Остается с вами навсегда в личном кабинете, который VOTUS заводится. Если что-то непонятно, то, когда вы присоединяетесь к группе, создается отдельный чат группы, там присутствуют преподаватели, которые смогут ответить сразу на ваш вопрос напрямую, без всяких посредников. Обучение подразумевает 4 академических часа, ну и от 4 до 8 часов на домашнюю работу. Здесь уже зависит от вас. 4 вполне себе достаточно, 8, ну прям вообще хорошо. Программа курса обновляется, дорабатывается каждый запуск. чему способствуют ваши отзывы, которые мы просим оставить после каждого занятия. Ну и теперь давайте я вам покажу, познакомлю немножечко с программой курса. Видно ли экран? Вот здесь я могу на него влиять. супер. Курс микросервисная архитектура отлично, видно, супер. Курс микросервисная архитектура начинается 26 июня, длится 5 месяцев. Курс состоит из 6 модулей. по результату первого модуля вы научитесь рационально отвечать на вопрос «А нужна ли вам микросервисная архитектура?» Ну и самое главное сможете обосновать свой ответ. Здесь мы знакомим вас с основными компромиссами, которые возникают в микросервисных архитектурах, которые возникают в микросервисном подходе. Опять же вспоминаем о том, что то, что было раньше в монолитном подходе упражнения, теперь становится задачей. в первом модуле разбираются такие базовые задачи, как тестирование в микросервисной архитектуре, авторизация. Последующие модули посвящены каждому компромиссу в отдельности. Модуль, связанный с инфраструктурой, здесь разбираются инфраструктурные паттерны в целом, то есть как это может быть реализовано. И очень много времени посвящено таким технологиям, как Kubernetes, его сущности к докеру и холму и так далее и тому подобное. Это все, что связано с инфраструктурой. Инфраструктурой как сервис. Дальше. Отдельный блок посвящен observability, инструментам наблюдаемости. Здесь вы узнаете о всех проблемах наблюдаемости, которые есть в микросервисной архитектуре, о возможных тактиках решения этих задач, о компромиссах, которые остаются и которые важно учитывать, среди которых все-таки придется выбирать. Четвертый модуль посвящен как раз коммуникационным паттернам, то, как модули взаимодействуют или интеграции, как модули интегрируются друг с другом. Пятый модуль посвящен задачам, связанным с данными. Разбираются тактики обеспечения целостности и консистентности данных в микросервисной архитектуры. Это опять же здесь становится большой задачей, решение которой может быть нетривиальным. Ну и последний модуль по порядку, но не по значению это проектная работа. Одно дело посмотреть, одно дело послушать, другое дело как бы ручками потрогать. С программой вроде бы познакомил. Немножечко о команде. На протяжении всего курса вас будет сопровождать команда высококлассных специалистов и просто хороших людей. Руководитель курса Стас Щетинников, автор нескольких курсов в архитектуре, руководитель разработки, в общем, архитектор с большой буквы А. Очень интересные у него лекции получаются. Никита Бабич это спец в администрировании облаков и не только. Вячеслав прошел путь от геймдева до высоконагруженных игровых платформ. Сергей с бэкграундом финтех безопасности, ну и в общем много, много преподавателей, разные специалисты. Денис Лавров, если я не ошибаюсь, вообще в ML, в ML Ops и в Data Science как бы умеет практикует. Виталий Куценко тоже руководитель разработки из Бера, раз помета может рассказать чуть больше. 22 опыта, по-моему, у человека за плечами. В общем, много руководителей разработки различных, из различных компаний. Java Ninja Евгений не помнящих вообще начинал программировать контроллеры в далеких 90-х годах. В общем, все эти ребята будут непосредственно в чате, будут отвечать на ваши вопросы, если они у вас возникнут. Соответственно, каждый сможет дать более глубокую экспертизу с точки зрения того опыта, с точки зрения того бэкграунда, который есть у него за плечами. Здесь вроде бы все рассказал. Сейчас я переключусь обратно на нашу презентацию. Мы будем двигаться. Видно ли сейчас презентацию? Должно быть видно. Супер. Ой. Спидран у нас. Немного карьерной информации, опять же, как и обещал. Все вы можете посмотреть, все вы можете проверить. Здесь некоторая аналитика за прошедший месяц с прямым либо косвенным упоминанием микросервисной архитектуры. Буквально через слайд мы посмотрим, как может выглядеть прямое упоминание, как может выглядеть косвенное упоминание. медиана зарплатных предложений для анализа выгод и затрат, пост-бенефит, все есть компромисс, опять же, пять месяцев упорного труда, и стоит ли оно того вообще, интересно или неинтересно. И, как и обещал, примеры вакансии. Здесь уже вакансия архитектора, здесь явное упоминание микросервисной архитектуры. Пункт 3, знание микросервисной архитектуры. Пункт 4, знание механизмов протоколов интеграции. Это вот как раз четвертый модуль нашего курса. Пятый, шестой, шестой пункт здесь мы сегодня с вами затрагиваю. Это и ADR, ADL, это и C4, это и 4 плюс 1. Различные представления среза архитектуры. Ну и вот вариант неявного упоминания. Здесь в шестом пункте про интеграции систем. Это способы коммуникации, всевозможные паттерны, которые разбираются в четвертом модуле курса микросервисной архитектуры. плавно вот мы и подошли на самом деле к концу. Давайте немножечко порефлексируем и попробуем еще раз пробежаться от начала до конца, что нам удалось за сегодня вспомнить, может быть, что-то структурировать, может быть, что-то узнать. Проверим себя маленькими вопросами, можете задать их себе, можете поднаписать в чат, помните, не помните, для чего нужно вести журнал архитектурных решений, когда это может пригодиться непосредственно вам, и может ли пригодиться, какой модель вы будете представлять микросервисную архитектуру, опять же, хватит вам тех моделей, которые мы описывали, или нужны будут дополнительные представления. Ну и третий вопрос, как раз какая диаграмма служит для представления динамического, для представления динамических аспектов систем? Вот, здесь вопросы лентарические, подумайте и подведите некоторый итог, поделитесь, поделитесь в чате. Как и обещал, список материалов, здесь ссылочка на паттерн и вариант шаблона записи архитектурных решений MADR, некоторые спецификации можно почитать детальнее. Опять же, статья Филиппа Крупхана 4 плюс 1, ну и здесь ссылочка на, точнее, не ссылочка, а название источника по аспектам непосредственно UML. Вот, там не разбираются методы проектирования, подходы непосредственно к строению архитектур, разбираются в большей степени аспекты самого языка моделирования. Что ж, курс микросервисная архитектура начинается 26 июня, следующий ответный урок будет 10 июня. Спасибо, что пришли, если у вас есть какие-то вопросы, задавайте их, пройдите, пожалуйста, опрос, расскажите, оставьте, поделитесь своим мнением, поделитесь своими впечатлениями, это будет очень важно для нас. Ну и надеюсь, удалось ли сохранить удовольствие, не потерять его и удалось ли получить от этого процесса максимум. Спасибо за внимание. желаю всем хорошего дня, если вопросов нету, мы еще подождем буквально минутку, если вопросов нету, то всем хорошего окончания недели хорошей пятницы и хороших выходных. Всем пока! Субтитры создавал DimaTorzok